Координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией в Брестской области третье в этом году после Гомеля и Могилева. По словам генерального прокурора Республики Беларусь Александра Конюка, наш регион по сравнению с другими находится на нейтральной позиции в списке экономических правонарушений. Поэтому одна из задач в ходе подведения итогов – выявить наиболее эффективные методы работы по координации деятельности государственных органов по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, привлечь к этой работе местную власть. В каждой исполкоме действует антикоррупционный так называемый комитет. То есть это группа, которая в какой-то степени оказывает содействие правоохранительным органам и обязана вести борьбу с коррупцией в своем хозяйстве, будем так говорить, и в исполкоме. К сожалению, эта работа на должном уровне не находится. В районных исполкомах сегодня проанализируем работу такой комиссии в область полкома. В общем, это очень важный участок работы, и без них мы не обойдемся. Они, как субъекты профилактики, также отвечают за борьбу с коррупцией. Один из главных вопросов, рассматриваемых в ходе координационного совещания, касался работы организации жилищно-коммунальных хозяйств Брестской области. Результаты проверки продемонстрировали халатное отношение некоторых руководителей ЖКХ к своим должностным обязанностям. В ходе ревизии были выявлены существенные нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, о сохранности собственности и топливно-энергетических ресурсов, а также законодательства, регламентирующие привлечение граждан к административной ответственности. Действительно, у нас много претензий к руководству ЖКХ по профилактике предупреждений коррупции, по работе с обращением граждан. Порой очень бездушно наши коммунальники относятся к чаяниям людей. И это, безусловно, вызывает обоснованные претензии людей, в том числе путем подачи обращений в прокуратуру. За 9 месяцев этого года в Брестской области зарегистрировано 249 коррупционных преступлений. Их число по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. В сфере строительства – с 7 до 34, образование – с 13 до 42, транспорт – с 3 до 11. Количество зарегистрированных фактов получения взятки возросло с 9 до 50. Также за текущий период было выявлено 408 правонарушений против порядка осуществления экономической деятельности. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на эти цифры, динамика экономической преступности в Брестском регионе на фоне всей республики существенно не выросла. Брестская область вряд ли чем-то будет отличаться в этом отношении, ни в худшую, ни в лучшую сторону. Но то, что люди стали больше работать, то, что стала больше выявляемость коррупционных преступлений – это факт. Причем это не только прокуратура, это совместная деятельность. Это КГБ, это МВД, Следственный комитет, комитет штрафного контроля. В ходе заседания участники координационного совещания определили дополнительные меры, направленные на повышение эффективности борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики, а также активности органов финансовых преследований и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями по выявлению и пресечению вида правонарушений. Продолжение следует...